Ну это безумство какое-то. Так что это сейчас, что ли? Да. Ну извините, это еще детей. Просто, да? Это просто ужасно. Мне, конечно, это и неправильно, и нельзя, и вообще с головой надо как-то дружить, мне кажется. Артем, вот ты сегодня с бабушкой пришел посмотреть на ледоход. Ты впервые знакомишься с этим явлением? Я, да, впервые. Тебе нравится? Да. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь, можно ли выходить на лед сейчас? Сейчас нет, очень опасно выходить туда. Ты об этом расскажешь своим друзьям? Да. Проход запрещен, опасно для жизни. Но, несмотря на это, здесь сегодня много людей, которые со стороны наблюдают за этим явлением. Заборы на набережной выставили из-за того, что затор льда на мосту через Амур спровоцировал повышение уровня воды. Ограничение территории начинается от утеса. Именно здесь, 15 апреля, вышедший на берег лед, снес часть ограждений фонарный столб. За безопасностью граждан на набережной сегодня следит пост охраны. То есть сегодня хабаровчане просто наблюдают? Пока нельзя. Ну, надеемся, что так и будет. Да, да, так и без прошествия. Особую опасность ледоход представляет для детей. Недосмотренность родителей, подвижные игры возле льда – все это может привести к трагедии. Во-первых, в период ледохода его просто может раздавить льдинами. Это самый худший вариант. Второе – ребенок может оказаться в ладе. Соответственно, спасатели наши к этой работе готовы. Но, опять же, еще раз обращаю внимание, не выходите на лед в целях избежания, подвижения своей жизни опасности. Особую опасность процесс скрытия льда представляет для детей. Они выходят на уже столь хрупкий лед, на льдины, пытаются по ним прыгать, стараются рассмотреть их поближе. Однако они даже не подозревают, какая опасность может таиться внизу. В большинстве случаев за этим развлечением следует провал под лед. И хорошо, если дело закончится только мокрыми ногами. Краевое управление МЧС просит родителей быть внимательными в этот опасный период. И не забывать, что именно поведение взрослых становится примером для детей. Виктория Заикина, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.